Купил я тут на днях сварочник себе, Ресанту 190, вот, и подвернулся вроде как уже заказик. Сейчас время уже где-то 7 часов, темновато, позвонили, поеду посмотрю объем работы. А была она вот на этих воротах, да, вот здесь где-то? Там, скорее всего, с той стороны еще что-то есть, какая-то... Я вот это открою, а вы пройдете, потому что там собака у меня. Хорошо. Так, ну что, утро следующего дня, еду туда на УАЗе, потому что, ну, там инструменты везти надо. Вот, УАЗ не заводился примерно с апреля. Сейчас подключаю аккумулятор и посмотрим, заведется или нет. Сейчас сентябрь. Как тут вообще посмотреть, я уже забыл. Как тут посмотреть, вот. 11,9 вольт показывает. А ладно. Вот, значит, откручиваю вот эти вот крепления листа железного. Отгибаю его и подлезаю к петле и тому профилю. Пока нет. Так, ну и вот, походу, как тут были приварены петли. Вот она. Вот у нее посадочное место здесь. Вот сюда она была приварена. То есть мне нужно ее посадить сейчас точно так же, чтобы был одинаковый везде зазор. Сюда подложу фанеру. Так, это много будет. А вот это вот как раз. То есть вот так подложить и вот здесь вот заваривать. Только сейчас зачищу еще болгарочкой. Так, что плохо, это забыл очки. Что, у меня болгарка не работает. Вот еще в чем косяк. Вот эта вот петля, возможно, после аварии, ну, короче, она очень близко к самой трубе. Ну, к самому квадрату. Вот, и возможно, она будет тереться и не даст открываться ворота. Может быть, из-за этого она и потом лопнула. Вот, что еще? Короче, болгарка. Я не знаю, что за хрень. Не включается. Недавно проводил ревизию, чистил кабель, отрезал, укорачивал, потому что он здесь лопнул. Короче, не включается. Держак еще все это дело в упаковке. Я не помню тот день, когда я стал сварщиком. Но когда-то я им, видимо, стал. Ну что, первые сварочные швы на заказ. Я не знаю, что это дело в упаковке. Так, ну что, показывать не показываю. Нет, я лучше покажу, открывается теперь она или нет, работает или нет дверь. Вот откуда-нибудь отсюда. Самый важный момент. Нет, петля не работает, ее зажало. То есть, вот просто прогнется и все. Здесь она зажата. После удара, видать, выгнула трубу и прижала петлю. Так, короче, что, значит, еду за болгаркой. Сейчас буду отрезать петлю. Вот, и варить будем, скорее всего, новые, уже есть новые петли. Или, может быть, на эту же заварить, если она заработает. В общем, объем работ прибавился. Так вот, наверное, обычно и есть. Думаешь, что просто заваришь, и в итоге гемор. В итоге снимаю лист полностью. Будет мешать, чтобы отрезать петлю. Вот он, листик снял. Сейчас что, здесь все отрезаю. Подбираюсь к той стороне петли. Возможно, ее просто отрезаю, отодвину и заварю. В общем, ладно, здесь сначала освобождаю. Так, ну что, сейчас вот здесь резать. Чтобы освободить ее, потому что она вот зажата, не шевелится. А нифига. В итоге пришлось снять вообще все ворота, эту сторону. Потому что не подлезть к петле было. Мешала вот эта вот штука-дрюка. Так, ну вот петля. Она просто заржавела и не шевелится. Может быть, ее, конечно, и погнуло немножко. Есть вот такая вот петля. Вот так. А это на ворот. Но эта петля больше. Поэтому будет ли ровно стоять дверь, надо примерять. Так, петлю вот эту вот примерил. Ворота снова поставил. Петлю примерил. В общем-то она подходит. Все нормально. И место есть тут для всего. Поэтому прихватываю. Нет, надо сначала зачистить площадку вот эту. Что-то я не зачистил. Так, теперь примеряю саму дверь. То есть она будет вот так. На вот этой петле. Петля не заклинила, ничего не зажато. Работает, осталось ее приварить. Вот так вот будет стоять петля. Зазор оставил тот же, который и был. Вот уже держится. Смотрим зазоры. Вот здесь видно, что сантиметр. Здесь чуть больше. А вот здесь видно, что труба вот так вот выгнута. Вот этот столб выгнуло вот этот профиль. Когда был туда удар, профиль выгнал вот этот вот столб. Поэтому зазоры тут немножко не совпадают. Так, теперь с этой стороны. Вот здесь у меня только прихватка. Сейчас завариваю петлю. вот так вот. Всё. 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 Тут надо побольше проварить, два слоя наложить. Конечно бы электроды тройку, но я пока тестовую купил двоечку. Ну что, здесь новая петля, стали закрывать, примерять. И оказалось, что вот эта вот петля нижняя, тоже заклинившая, и поэтому отломала ее от профиля. То есть сейчас буду также ее срезать и менять на новую петлю. Ну что, снял я лист. Вот здесь видно, все прекрасно видно, прям выломала профиль, потому что заржавела петля. Так, ну что, ставлю, значит, петельку. Эта петля будет стоять вот здесь. Здесь оставляю зазор небольшой. Зазор выставил что сверху, что снизу. Добавляет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну всё, закончил Новая петля И здесь тоже новая петля Здесь забор Тут столб выше из-за удара ушёл наверх Поэтому тут не совпадает Так, ну чё, всё удачно Работа выполнена Еду домой Обращайтесь